Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как понять такую ситуацию? С человеком некомфортно проводить время, скучно, ни на одной волне, нет влечения, не хочешь такого мужа, но и расстаться не можешь. Была попытка, но колбасовала полгода и за полгода я не смогла забыть. Даже обратилась к психиатру, чтобы не сойти с ума. Но потом снова возобновили отношения, вроде душевные, ты готов к расставанию, так как с ним некомфортно, но мысль о том, что он может быть другой, сводит с ума. И остаюсь в этих отношениях только из-за этого, чтобы он не был другой. Как понять такую ситуацию? Что движет такой нездоровой реакцией? Раньше никогда ни с кем такого не было, с родителями очень хорошие отношения. Спасибо. Ну, то есть вы описываете, совершенно очевидно, на мой крайне мере взгля, про, так скажем, компенсацию, то есть про отношения к компенсации. То есть, что это такое, да? За счет данного человека, вот, вы что-то компенсируете. То есть, что-то вы, вот, для себя получаете, что-то вы, как бы, тут пытаетесь компенсировать для себя. Что конкретно вы пытаетесь для себя компенсировать? Сказать, можно я, например, ну, лично я, допустим, увидел больше момент, связанный с некой такой, вот, скажем так, самооценкой, да? То есть, как будто бы, вот, у вас есть трудности с самооценкой, с уверенностью в себе, да? Как будто бы вы, вот, ну, несколько, что называется, конкурируете, да? То есть, пытаетесь, вот, конкурировать с, ну, с другой девушкой, да, гипотетической, вот. И вам не столько важен сам человек, да, с которым вы, там, плюс-минус, ну, в отношениях находитесь, вот. Сколько важно именно удержать его рядом с собой, потому что, если вы увидите, что человек как-то не с вами, да? Если вы увидите, что человек с другой, то вам, соответственно, будет из-за этого как-то плохо. И основной момент здесь именно в этом, что вам будет плохо, если... Если человек будет, вот, ну, с другим, вот, то есть, ну, или с другой, вот, не зла. Вот это, в данном случае, вот, получается, так, что для вас важнее. Это вопрос самооценки. Это первое. А, и второе, это вот, то, что вы рядом с этим человеком получаете, да? Чтобы смотреть, вам с ним, как вы сами говорите, вам с ним не комфортно, вам с ним скучно, вам с ним, ну, вот, в целом, как-то вообще тяжело. Но, при этом, при том, что, как бы, вам с ним скучно, вы знаете, как бы, что он ваш. Вы знаете, что он ваш, вы знаете, что он, как бы, от вас никуда не денется, вы знаете, что вы, как бы, не хотите, там, чисто условно, например, с ним быть, допустим. И вы равно не понимаете, зачем выходить, если выходить с ним быть. Так вот, идея здесь, на мой взгляд, в том заключается основное, что вы попытались увидеть, как вы себя с ним чувствуете. То есть, как бы, что вы с ним чувствуете, что вы с ним, там, чисто вот, например, гипотетическое получаете, да? То есть, зачастую мы любим, вот, не человека, да, как бы, самого, а вот, что называется, свое состояние, как бы, с ним. То есть, мы любим именно, вот, свое с ним состояние. Вот, и здесь вот, то, что вы описываете, это именно, вот, про стремление к вашему, к определенному состоянию, скажем так, к своему. Вот, конечно, ну, как бы, важный момент заключается в том, что это за состояние, да? То есть, вот, например, ну, допустим, 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 состояние, там, безопасности, которое вы можете чувствовать, допустим, состояние комфорта, которое вы можете ощущать, да? Состояние, да? Состояние, там, стабильности, состояние, там, все какого-то. То есть, вот это вот все. Вот эти вот аспекты, которые для вас могут иметься очень-очень серьезное значение. Вот. Другой вопрос, другой вопрос, как бы, что это за, за, ну, что это за значение такое? То есть, вот, как, ну, конкретно, что это за значение, что для вас, что для вас это означает? Это вот момент достаточно важный. Вот. Ну, вы говорите о том, что у вас с родителями, с родителями все хорошо, я верю. Вот. Но зависимость, она возникает не тогда, когда с родителями, условно говоря, вот, собственно, все плохо в этом смысле, да? Вот. А зависимость, она возникает немножко, ну, в другом, как бы, в другом контексте. А зависимость возникает тогда, когда, например, нет каких-то возможностей себя защитить, то есть, когда нет, ну, допустим, каких-то решений, когда нет понимания того, какую, как бы, вот, в сторону, собственно, двигаться вообще, когда нет этого, когда нет, вот, таких, ну, вещей, когда нет таких моделей, когда нет, ну, готовых инструкций, да, например, чтобы выходить из каких-то состояний, вот, тогда человек впадает в зависимость, в зависимость, вот. То есть, здесь идея, она, именно, вот, в какой-то степени, больше, наверное, про эту историю, вот, то есть, это больше, именно, вот, про, как раз-таки, то, да, как вы справляетесь с теми или иными вызовами в своей жизни. Ну, вот, понимаете, вот, и, например, вы выдаёте довольно правильный вопрос, вы говорите, чем движет человек, или что движет человек, да, говорите вы, значит, когда, вот, он, значит, ну, ну, вот, как вы описываете, да, он находится с тем, кто, как бы, ему не подущая, к тем, кто ему не нравится, вот. Это тоже правильный вопрос, но ответить на этот вопрос можете только вы, потому что вы знаете, чего, например, вы избегаете, да, то есть, вот, вы говорите, например, что, там, допустим, мне, мне, там, грубо говоря, невыносимо, когда, там, я думаю, например, о том, вот, что он будет с кем-то другим, да, вот. Что для вас здесь? Это больше для вас, например, про потерю, потерю, допустим, да, может быть, для вас это, это больше, вот, про потерю, про ощущение потери, что вы, вот, что-то потеряли, пример, например, или, может быть, про другое, может быть, это не про потерю, может быть, это больше про ощущение, вот, себя какой-то, да, как, ощущение себя какое-то, ну, не такое, например, что выбрали, не меня, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть это нужно поисследовать, это исследуется. Исследуется это как раз вот в процессе психотерапии. Понимаете, как бы. Вот, а не такая история, что вот сейчас мы вам сразу вот как бы всё скажем, да, потому что ещё не известно, как бы, что конкретно у вас, вот, потому что вы, грубо говоря, уже вот немножечко, ну, нацелены как бы на то, да, чтобы, ну вот, несколько, как бы, защищаться, говоря о том, что вот, как бы у меня там, допустим, с родителями как бы всё в порядке, вот, вы говорите так. Вот. Тут момент в том, что, эээ, что я вам верю. У меня нет такого, что в данном случае я вам не верю. Вот. Тут момент в том, что я вам верю, но момент также, эээ, если такой, что вы довольно легко можете ошибаться. Вот. И вот дабы исключить эту ошибку, чтобы она не могла как-то, вот, допустим, там, на вас, эээ, ну, повлиять, ну, повлиять, например, например. Вот. Необходимо, как раз таки, эээ, с вами поработать. Вот. Да, то, что вы описываете, это зависимость. Это правда. Но зависимость всегда есть, как бы, основание. То есть это не просто вот история о том, что вот зависимость, как бы, и всё. Вот. Зависимость, она, эээ, как правило, откуда-то появляется. Откуда-то берётся, откуда-то берётся, это зависимость. Понимаете? Вот. И, как бы, эээ, нужно вот, эээ, по исследованию, да, нужно посмотреть, эээ, как бы, как образуется ваша, ваша, ваша зависимость. Потому что, эээ, вот, например, эээ, по моим ощущениям, да, именно по моим ощущениям, эээ, вы больше не ээээ, ээээ, как бы идёт вот туда вот, в сторону вот как раз, ээээээ, ну вот, ээээээ, того, что у вас болит, как бы, вот. И, если вы этого, а, а, предпочитаете избегать. Вот. Просто говорить, что невыносимо, что он с кем-то. Это про конкуренцию, это про борьбу, это может быть ваша неуверенность в себе, это может быть в определенной степени трудности с мамой, несмотря на то, что отношения хорошие, но трудности с мамой все равно могут быть. При этом вы сами можете эти же трудности несколько вытеснять, то есть вы можете сами не признавать эти трудности, потому что если вы, например, не признаете, то тогда в вашей жизни могут произойти или могут быть вот такие изменения, да, которых, ну вот вы, например, можете не хотеть, то есть как бы, допустим, придется как-то нам по-другому думать, а вы как бы себе это позволить не можете, например, опять же повторюсь, вот. То есть вариантов здесь достаточно много, вариантов развития событий здесь достаточно много, вот, и необходимо разбираться в первую очередь, как мне кажется, по крайней мере, вот. Именно разбираться с этим нужно, вот. И, соответственно, если и когда вот с этим мы разберемся, если и когда, ну вот, то вам будет как-то вот легче, вам будет, ну, понятнее, вам будет яснее вот то, что с вами, грубо говоря, происходит. Вот. 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 И все, собственно говоря, то есть как бы, такая вот история. Такой момент здесь я бы мог вам сказать, да, сейчас, по крайней мере, сейчас. Вот. С точки зрения, опять же повторюсь, повторюсь, с точки зрения именно вот психологии, с точки зрения именно психотерапии, вот. Любовная зависимость, если это она, да, да, это любовная зависимость. Ага. Связана с, ну, как правило, связана с определенными аспектами любовной зависимости. Например, у человека, вот, так скажем, находящегося в любовной зависимости, есть ряд системных особенностей, вот, например, что это за особенности. Ну, такой человек, в той или иной степени, как всегда, отличается некоторым таким, скажем так, неудовлетворяющим, неудовлетворяющим, некоторым таким состоянием, неудовлетворенность их жизни. Вот. Понимаете? То есть, как бы, что это за школа? Вот, что это значит, да? Это значит, что жизнь такого человека сама может быть несколько пустой. Вот. Она может быть несколько пустой, она может быть несколько неудовлетворительной, она может быть несколько неинтересной, вот, для, для, ну, как бы, для человека. Вот. И, соответственно, соответственно, ну, как бы, такая личность уходит вот в определенную компенсацию. Вот. И, собственно, это компенсация и является вот этой самой зависимостью. Вот. Любовной. То есть, это как бы, как бы, в данном случае такой получается, как бы, разворот, разворот вот в ту сторону. в сторону, ну, в сторону компенсации, ну, понимаете, там, как бы. То есть тут идея вот, на мой взгляд, именно така. Вам нужно как следствие, как результат, наверное, работать в том числе и над внимательностью к своей жизни. Сейчас вы к своей жизни не внимательны. Да, то есть вы сделали человека другого, человека центром своей жизни. Вот. По поводу того, почему только с ним? Так. Есть такое понятие, как imprint, вот, есть такое понятие, как imprint или за впечатление. И вот очень часто бывает так, что всегда ребенок всегда получает некоторый опыт взаимодействия с импринтом в своем детстве. То есть в детстве всегда появляется запечатленность какая-то, запечатленность чего-то, запечатленность кого-то и так далее. Это всегда работает. Но в норме запечатленность, а запечатленность пока она позитивная, да, вот. Она помогает человеку находить то, что ему нравится и так далее. Но если происходят вот какие-то нарушения, да, вот, то это начинает действовать деструктивно. Поэтому скорее всего этот мужчина, вот, попал в ваш imprint, вот, он попал вот в некую запечатленность вашу, вот. И вы как бы стали к этому вот привязаны, по сути дела, да, как бы, понимаете какая штука произошла. Вот, соответственно, вы оказались к этому привязаны, вот. При этом не очень, как бы, понимая, да, вообще, что происходит. Но, если, если от этого отказаться, то есть вот тоже довольно такой интересный момент. Если от этого отказаться, то что вы будете делать? Вот. То есть как, как, как вы будете действовать, действовать тогда? Вот. То есть если от этого вашей жизни не будет, как вы будете жить, что вы будете делать, да. Уйти из отношений, уйти от него, да, можно. Но для вас почему-то ведь важно, чтобы он не был с кем-то еще. И для вас это сейчас важнее всего получается, факт. И почему-то для вас это важнее всего сейчас. Вот на это вам нужно обратить свое, свое внимание. Но именно на это вам нужно обратить свое внимание. Что для вас это важнее всего. Ага. А что еще может быть для вас важно? Что еще в жизни у вас, ну, как бы, есть важного, интересного, ценного и так далее? Вот. То есть постарайтесь вот на этот вопрос ответить себе. Потому что, может быть, может быть, от зависимости вам и сложно будет отказаться на данный момент прямо сейчас. Вот. Но если на периферии у вас появится что-то еще, да, то есть, ну, какие-то еще вещи, какой-то еще интересующий вас аспект, например, то ситуация, может быть, будет немножко другой. Поэтому очень часто с зависимостью так, в принципе, и можно работать. Не пытаясь, как бы, убирать самозависимость, потому что там и сопротивление какое-то может быть, да, человек, ну, ну, человек, естественно, будет сопротивляться, потому что это его страшит. Да, вот. А вот немножко переключить внимание человека на другую, ну, на другие вещи какие-то. И это будет вообще более чем важно, более чем реальность, реальность. Вот. А другой только вопрос, да, как бы, хотите ли вы и готовы ли вы, вот, ну, как бы, в таком аспекте работать. Потому что свой вопрос вы можете, как бы, задавать, да, ну, просто вот, так скажем, так скажем, из, ну, допустим, допустим, допустим. Из, например, правильного любопытства, допустим, да, или свой вопрос вы можете задавать не рассматривая для себя вариант психотерапии. Хотя вариант это, например, единственный для того, чтобы вам реально иметь возможность помочь. Вот. Поэтому аспект здесь именно вот такой, как мне кажется, в первую очередь. И работать он вам, если мы говорим, вот, как-то вот непосредственно про коррекцию этой ситуации. Ну, в первую очередь с психологом, чтобы вообще понять, что в вашей жизни происходит, и как вы вообще со своей жизнью обращаетесь, в принципе. Вот. И, соответственно, уже где-то вот там, я думаю, найдутся вот какие-то рычаги, да, вот, которые можно будет как-то вот использовать, там, грубо говоря, для того, чтобы вам помочь решить, решить вашу проблему. Вот. Но. На при этом. Важный момент. Наобходимо понимать, для чего вы хотите в этой зависимости выйти. потому что, если у вас нет какого-то понимания, зачем мне выходить из-за, вот, ну, из-за зависимости. Если нет у вас такого понимания, то вам и сложно-сложно это будет даваться, вот. Но если вы будете идти, вот, что-что, ну, что называется, по своему, вот, пути, да, то есть, по пути, допустим, того, чего вы хотите. Вот. Вот. Что я уверен, что, как бы, ситуация будет гораздо лучше для вас складываться. Куда, куда более в выигрышном положении вы будете находиться. Зависимость это всегда про личные границы. Это всегда про личные границы. То есть, про такое, вот, отделение, как бы, да, я и ты, вот, где, где я, где ты, как бы. И, соответственно, вам крайне желательно на это также обратить свое внимание. Вот. Если вы хотите, там, ну, решить свои трудности, вот, как-то вот, как-то, наверное, так. Какая-то такая вот, здесь, здесь может быть вам обратная связь. Да? Вот. Ну, опять же, потому что, вот, с учетом, как-бы, того, что вы написали. Вот. Просто у вас довольно поверхностное описание того, что с вами происходит. И, я понимаю, почему. Потому что вы, вероятно, на такую вот глубину, эм, ну, редко когда попало. Вот. Но, тем не менее, это мало что значит. То есть, придется на эту глубину, эм, погрузиться, да, если мы хотим разобраться. Вот. Ну, и последнее, это то, что я бы не рассчитывал на быстрый результат. То есть, к сожалению, это не та история, которая дает, ну, быстрые какие-то плоды. Вот. А терапия зависимости, эм, достаточно, эм, длительная именно потому, что человеку достаточно легко, как-бы, опять же все начать сначала. Вот. И достаточно тяжело, эм, как-бы, меняться в силу того, что это, может быть, эм, страшно. Вот. Для человека. Так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.